19 миллиардов рублей на жизнь Ярославля в 2019 году. Таков объем казны столицы Золотого Кольца утвердили депутаты муниципалитета. После бурных обсуждений и внесения более чем 30 поправок от мэрии и городских законодателей, главный финансовый документ Ярославля был принят. Как отмечают депутаты, бюджет сложный. На конец этого года муниципальный долг областного центра составляет почти 7 миллиардов рублей. Столько же планирует заработать город в 2019 году. Еще 12 миллиардов рублей поступление в казну из областного и федерального бюджетов. В следующем году у Ярославля не будет возможности полагаться на сторонние кредиты. Поэтому доходы и расходы бюджета депутатам муниципалитета удалось сбалансировать впервые за 10 лет. Бюджет Ярославля на 2019 год будет бездефицитным. Бюджет обсуждался практически с июня месяца, с июля, когда депутаты изъявили желание вместе с мэрией детально входить в каждую программу. Если не до последнего рубля, то, по крайней мере, основные параметры, чтобы было видно, что является первоочередным, что потом, какие средства, расходы заложены на ту или иную статью. Бюджет сформирован. Плохой или хороший, конечно, хочется всегда лучшего и большего. Но мы постепенно учимся жить посредством. Погашать муниципальный долг в 7 миллиардов рублей и искать средства на дополнительные расходы депутатам в следующем году придется регулярно. В первую очередь за счет оптимизации работы, развития экономики, увеличения количества рабочих мест и налоговых поступлений. А также за счет детальной работы с земельными ресурсами. В свою очередь бюджет 2019 года сохранил социальную направленность. Депутаты комплексно рассмотрели вопрос изменений в социальном кодексе Ярославской области, сделали акцент на адресной политике и сохранили все льготы в пределах нуждаемости. Более 60% из 19 миллиардов рублей пойдут на исполнение майских указов президента. Так, в ближайшие три года в Ярославле появится новая школа, 4 детских сада и 5 яслей. Те проекты, которые были в 2017 году, в 2018 они продолжатся. Это строительство дорог, безопасные качественные дороги. Также в пределах миллиарда будет заложено и заложено уже в бюджете 2019 года. Но особенностью 2019 года является строительство новых дорог. Также будет сохранена программа по благоустройству дворовых территорий. И в 2019 году будет общая территория, это парк юбилейный, который занял второе место при голосовании. Понимая ситуацию с бюджетом, мы одновременно с этим изыскиваем резервы для того, чтобы динамика развития была сохранена. Да, безусловно, бюджет 2019 года нас, как депутатов и мэрию, заставит детально, ежедневно в режиме работать с бюджетом.